1С Паблишинг и студия Фронтлайн Креатив представляют какой-то подвох. Да и быть темным магом в бастионе ловцов худшее, что можно придумать. Правда, выбора у меня нет. Так что... Меня зовут Лекс Раут. Я императорский ловец. Глава первая. Пробуждение мне не понравилось. Конечно, трудно прийти в восторг, когда вас выдирают из-за сна воем магической сирены, от которой, казалось, содрогались не только ловцы, но и сами стены бастиона. К счастью, сирена оказалась тренировочной. Я предпочитал настоящие. Так был шанс покинуть на какое-то время опостылевшую башню, в которой я жил последние три месяца. Содрал себя с койки, помянув недобрым словом всех богов. Оделся, застегнул мундир, в очередной раз подивившись самому факту своего нахождения здесь. Гнилье смрадное. Одна из пуговиц отлетела, звонко подпрыгнула на досках пола. Придержи свои заклинания, чернокнижник. Флай Харт, как всегда собранный и аккуратный, наградил меня неприязненным взглядом. Я всего лишь ругаюсь, гребаный ты частюля. Подобрал пуговицу и с досадой повертел ее в пальцах. Ненавижу пуговицы. Лексикон отбросов. Приятель Харта, Ник Галлахан по прозвищу Шила, изобразил презрение. Не удивляйся, Флай. Отребье не умеет разговаривать по-человечески. Попробуем проявить нисходительность, мой друг. Приятели усмехнулись. К ним присоединились здоровяк и земляной стихийник, которого все звали Грязь. Остальные воздержались, по опыту зная, что связываться со мной не стоит. В первый месяц многие пытались поставить на место зарвавшегося темного, то есть меня. Некоторые испытавшихся до сих пор в целительской. Я быстро объяснил всем желающим, что силы у меня немало, как магической, так и обыкновенной. А вот принципов – ни одного. И в отличие от светлых, я далек от понятий долга и чести, которыми они здесь так гордятся. Я не гнушаюсь ударить из-за угла или в спину, а то и наслать какую-нибудь на редкость неприятную болезнь, от которой нет лекарства. И память на оскорбление у меня великолепное. Так что ловцы, кроме этой на редкость тупой четверки, трогать меня перестали. Один Харт никак не мог успокоиться. Видимо, высокий статус не давал этого сделать. Поговаривали, что ловец – отпрыск кого-то из членов двора. Правда, верилось мне в это с трудом. С чего бы ему тогда жить в бастионе и влачить жизнь обыкновенного стража закона? Как бы там ни было, но гонор у Харта был вполне императорский. Я прилепил пуговицу магией и прошел мимо, не отвечая. Всему свое время. Удар, бросок, переворот, подножка. Уклониться, упасть, швырнуть аркан – хрен там. Шило снова увернулся. Увертливая сволочь. Зато его заклятие взорвалось перед лицом вспышкой, ослепляя меня. Ай, чтоб ты сдох. Бил говнюк наверняка. Быстро раскусил. Где у меня брешь в щите? Сволочь. Ну ладно. Упасть. Откатиться. На ощупь. На одних лишь ощущениях, инстинктах и вбитом умении чувствовать угрозу кожей, а не только видеть. Каменная кружка, брызнувшая в лицо совсем рядом. Аркан подчинения выкинул, не задумавшись. «Рауд, запрещенный прием. Чистишь конюшню. Галлахан, помогаешь». Голос наставника прервал тренировку. «Его-то за что? Шило не использовал запрещенные руны». Возмутился Харт, наблюдающий поединок. «За то, что поймал заклятие. И к тому же Рауд сделал его своим рабом на несколько дней. Куда я теперь дену этого идиота?» «Рауда?» «Обоих», — отрезал командор. «Все, убирайтесь». Я скрипнул зубами и на ощупь потянулся к своему мундиру. Перед глазами плавали мутные белые пятна и размытые тени. Но даже если ты сдох и начал разлагаться, все равно обязан быть в мундире и при всех атрибутах ловца. За плохо начищенный медальон вполне можно схлопотать несколько суток карцера, а то и что-нибудь похуже. Правда, я приспособился. Навел заклятие очищения с постоянным обновлением, и теперь мой амулет натирался самостоятельно, вызывая искреннюю зависть остальных ловцов. Говорить о своих арканах, конечно, я не стал, меня и так тут активно не одобряли. Но еще бы, среди академических чистеньких светлых я со своей седой башкой и разрисованным телом был не то что белая ворона, а говорящая у мертвия на свадьбе. Ну, очень неуместно, да и пахнет плохо. Быть темным в бастионе ловцов — то еще развлечение, а активно практикующим темным — и вовсе цирк. — Шила! Камня! — пригазал я, стараясь не показывать, что нихрена не вижу. — Да, господин! — покорно отозвался Ник. Со всех сторон долетели сдавленные смешки. Я быстро прикинул их расположение. Два справа, три слева. Ладно, двинулись. На колени. Повезешь меня. Я сегодня не в настроении ножками топать. Смешки перешли в общий гогот. Я усмехнулся. Сделал шаг в сторону опустившегося рядом темного пятна. Уселся на спину Нику. — Но, лошадка, на конюшню, там как раз твое место. Гогот стал оглушающим. Я тоже изо всех сил удерживал на лице радостный оскал. Главное покинуть тренировочную, а там... Шила на четвереньках двинулся к выходу, провожаемый хохотом и подначками. Кажется, я только что приобрел кровного врага. Еще одного. Но хоть в чем-то я оказался талантливее остальных. Но... Дверь хлопнула, отсекая нас от гогота, и я слез с Галахана. — Я тебе этого не забуду. С трудом процедил Шила. Я пожал плечами. Брошенный на восстановление резерв слегка нейтрализовал аркан слепоты, и размытые пятна приобрели туманные очертания. — Я... тебя... Надо же, даже сквозь мой аркан пробился. Не зря Шила считают самым способным ловцом. — Тебя! Урою! — Да заткнись ты. Я же не виноват, что ты меня ослепил. Потряс головой, надеясь вытряхнуть из башки чужую силу. — Какой там? От круговертий пятен и напрасных усилий голова взорвалась болью, заставив меня зашипеть сквозь зубы. Благо у меня под боком один жутко злой, но послушный раб. — Топай давай! — приказал я. — И осторожно, чтоб я не споткнулся. В обход идем, через арки. Будешь возмущаться, повезешь верхом, уяснил? — Ссссссссссссссссссссссска. Что именно хотел, но не смог сказать ловец, уточнять не стал. Ведь явно ничего хорошего. Да иди уже! Шилло мелкими шагами двинулся вперед. Я, опираясь на его плечо следом. Хвала бездне, время тренировок, а значит все на полигонах. В галерее арок, изрезанного отверстиями коридора, выл ветер, сбивая с ног. Все же зима на дворе. Я поезжался и встал с другой стороны, используя шило как живую преграду. Правда, толку от этого было мало. Вот всегда представлял бастион ловцов как-то по-другому. Комфортнее, что ли? А здесь... Я сплюнул от досады. За галереей начиналась лестница, и я вцепился в своего поводыря, не желая свалиться и свернуть себе шею. Далее, через внутренний двор, изрытый рытвенными и выжженными кратерами от заклятий до самых конюшен. Пока дошли, слепота прошла, так что в вытянутое строение я уже вошел сам. Лошади тихо храпнули, приветствуя нас. Я с комфортом устроился на тюках сена и махнул рукой Галахану. Ну и чего встал? Чисти? Заклятие сними! Он метнул на меня взгляд, полный ненависти. Ну да, чтобы ты на меня бросился. Работай, шило. Заодно и остынешь. И мышцы потренируешь. Тебе полезно. А то дохлый какой-то. Ты мне спасибо сказать должен. Активная работа на свежем воздухе улучшает сон и аппетит. Приступай. Он наградил меня ненавидящим взглядом и двинулся к загонам. Дергая руками и ногами, потому что разум парня сопротивлялся моим приказам, а тело подчинялось. Галахан достал инвентарь и принялся за очистку конюшни от навоза и мусора. Я закинул руки за голову, вытянул ноги и задумался. Зрение почти восстановилось, хотя перед глазами все еще плавала какая-то муть.